Домашнее насилие, нежелательная беременность, отсутствие жилья, развод. Это место часто бывает последним приютом для многих мам. У Татьяны шестеро детей. Ее дом находится в аварийном состоянии. Пока семья не решила жилищный вопрос, муж остался дома, а Татьяна переехала с детьми сюда. Так будет безопаснее. Социальная гостиница на базе кризисного центра для женщин никогда не бывает пустой. И ее постояльцы предпочитают не показывать свое лицо. Зачастую женщины скрываются от своих мужей и просто не хотят, чтобы кто-то знал о их проблемах. В основном семейные проблемы здесь у кого-то. У кого муж избивает из дома, сбежали. У кого идти выгнали из дома, что идти некуда. Что они ищут еще и с детьми с маленькими, с новорожденными. Тут такое есть. В нашу социальную гостиницу порой еще называют убежищем. И это неспроста, потому что иногда ночью буквально в пижаме, в тапочках женщины стучаются к нам и просят помощи. Психологическую помощь женщинам оказывают в самом центре. Здесь видели разные истории. Ежегодно сюда обращается более двух тысяч человек. Это и семейные проблемы, и реабилитация после выхода на свободу из колонии. Что касается домашнего насилия, зачастую женщины приходят в центр, когда становятся совсем не в моготу. Еще больше женщин просто боятся обратиться за помощью, опасаясь за свою жизнь и жизнь детей. А зайти в дом каждой семье просто невозможно. Женщина может убегать ночью от своего мужа-тирана, например, сожителя, и попадает в социальную гостиницу. Вот как вы обеспечиваете всем женщинам безопасность? Потому что случаи разные могут быть. Действительно, безопасность превыше всего. И кроме того, что у нас есть круглосуточная охрана в самом центре, еще и установлена железная дверь и домофон. Любой посторонний к нам не придет. Это точно. Часто побои в семье происходят на глазах у детей. Поэтому, когда мама приходит за помощью в центр, психологи рекомендуют как можно скорее начать работу и с ребенком, чтобы в будущем он не переносил эти проблемы уже на свои отношения. Есть даже такое понятие, как дети свидетели домашнего насилия. Даже если детей никто никогда не бил, никто когда пальцем не тронул, но он видел, как избивали маму или там старших, младших детей, то он несет точно такую же травматизацию, как ребенок, который страдал от домашнего насилия. И закладывается такая модель поведения, как если я старше, я имею право бить, если я сильнее, я имею право доказывать свою точку зрения насилием. Все это переносится как такой паттерн поведения, который потом ребенок использует в своей жизни. Здесь помогают найти жилье, оформить развод. В центре работают психологи, юристы, соцработники. Но это не значит, что сюда могут прийти только те, кому сейчас плохо. Сегодня здесь открыты развивающие комнаты для детей, доступны консультации, песочная терапия, метафорические карты и не только. Бесплатно для всех желающих. При поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края нам удалось сделать ремонт во всех помещениях и в социальной гостинице, и в консультационных комнатах. И закупили мы современное, интересное оборудование для работы психологов как с детьми, так и с родителями. Сейчас уже мы понимаем, что если мы хотим выйти на новый уровень взаимодействия с нашими клиентами, в том числе и с подростками, с детьми, то мы должны использовать самые новейшие технологии работы, для того, чтобы намного быстрее шла вот эта реабилитация. Здесь прям можно что-то пробовать? Да, все, это песочница, ее можно пробовать. Вы мне в детстве такое показали, я бы сумасшила. Да, у нас вообще очень детки рады. Это для деток раннего возраста, они приходят, раздеваются, и пока они ждут занятий, они могут потренировать свое умение, навыки. Вау! Наразило это не сделала. Также в нашем центре есть еще сенсорная комната, это тоже такая развивающая среда для деток. Там детки могут у нас отдыхать, расслабляться, там есть световые, звуковые эффекты. Бьет, значит любит или сама виновата. Хочется верить, что постепенно эти народные мудрости исчезнут из нашего менталитета. Но для этого нужно перестать молчать. И большая просьба ко всем женщинам, чтобы они не стеснялись, не боялись и понимали, что они не одни. Не думать, что твоя жизненная ситуация не подходит. И это не та серьезная проблема, с которой можно прийти в кризисный центр для женщин. Есть те люди, та команда, которая готова прийти на помощь. Если есть желание, если есть порыв, то надо приходить. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.